Дмитрий, приветствуем вас в нашей телевизионной студии. Как мы знаем, вчера были объявлены результаты голосования автодилеров, индекс DSI. Результаты стали неожиданными для сообщества, либо все-таки были достаточно предсказуемыми. Добрый день. Каждый раз результаты на самом деле неожиданные. Хотя автогаз занимает, по-моему, уже как минимум пятый раз первое место. То есть есть элемент стабильности, но те, кто следом за ним идут, они всегда меняются. Поэтому можно сказать, что были и ожидаемые результаты, и неожиданные. Что касается двух китайских марок, Лифан и Черри, которые заняли, соответственно, второе и третье место, это была такая приятная неожиданность, потому что была борьба немецких марок, японских марок. То, что появились китайские сразу на двух местах, премиальных, это действительно очень такой факт, знаменательный. Индекс DSI обозначает удовлетворенность автодилерами, работой импортеров и представительств. Правильно? Да, это дилер Satisfaction Index, который был задуман именно как некая обратная связь со стороны дилеров в адрес производителей. Производители нас очень регулярно оценивают, и это правильно. Но мы подумали, что было бы полезно им также получить обратную связь о том, как дилеры видят со своей стороны работу производителей. Потому что если говорить так, что мы работаем с конечными клиентами в сегменте B2B, то для производителей мы являемся также в том смысле клиентами в сегменте B2B. И, наверное, тоже интересно знать, что думают о них, их клиентах. Но голосование же проводится не первый раз, да? Это было уже 13-й. 13-й наш Index GSI, да, так что процедура довольно отработанная уже. Давайте напомним нашим зрителям, что первые три места распределились у нас ГАЗ, Лифан и Черри. Черри, совершенно верно. Исходя из этого, мы делаем вывод, что китайские автопроизводители все-таки смогли наладить и улучшить какие-то коммуникации со своими дилерами, да, со своими партнерами, таким образом, что это позволило им занять топ рейтинга в индексе по уровню удовлетворенности работой. Да, совершенно верно. У нас пять разделов в оценке, и мы стараемся достаточно объективно оценить работу производителя под разными ракурсами. Но в конечном итоге, конечно, те места, которые распределяются, они по большому счету означают, насколько дилеры довольны своим сотрудничеством с производителями. Поэтому мои поздравления этим трем маркам, то, что дилеры действительно, им нравится работать с этими производителями. В течение года у нас на автостатру выходила серия интервью с китайскими производителями, практически, прошлого года. Практически все они анонсировали, что весь год у них будет посвящен улучшению коммуникации с дилерами и укреплению позиций их дилерских сетей. Практически каждый из них объявлял о введении каких-то единых стандартов и прочее, что позволило бы консолидировать как-то эту дилерскую сеть. Получается, что у них это в каком-то смысле получилось, если такая отдача со стороны дилерского сообщества. Безусловно, конечно. Хотя я бы сказал, что введение стандартов само по себе, как просто сухая математическая процедура, она не работает сама по себе. Это всегда, по большому счету, взаимодействие конкретных людей, какие-то личные производственные отношения конкретных менеджеров. И именно это позволяет достигнуть успеха и комфортного общения в работе, что, наверное, дилеры очень ценят. Даже если это не отражается пока на количестве продаж, которые мы видим по китайским маркам, хотя по газу это отражается, то это очень хороший фундамент, который они закладывают на будущий рост. Европейские компании также участвовали в этом рейтинге, и дилеры европейских автопроизводителей, американских марок и прочие тоже голосовали. Безусловно. Дело в том, что оператор этого опроса, этого исследования, компания Anston Young, очень тщательно следит за репрезентативностью результатов. То есть для того, чтобы какая-то марка появилась в этом обзоре, нужно, чтобы нужное количество дилеров из сети этой марки проголосовали за этот индекс. Был выбран 10% барьер. В этом году добавилось 15 марок, включая наши отечественные марки, как LADA и UAS. Ранее они не участвовали в LADA? Они участвовали, но они не переходили этот барьер, то есть, скажем так, недостаточно участвовали по количеству дилеров. Не добирали. Да, в этом году они очень активно проголосовали, и это тоже, на мой взгляд, очень позитивная такая динамика. Надеюсь, что это позволит им также когда-то увидеть себя в числе первых мест. Ну, остается только пожелать успехов и LADA, и китайским фотопроизводителям дальше работать над такими задачами. Я думаю, что успеха надо пожелать всем нашим производителям, всем нашим дилерам успешно работать. Спасибо большое, Дмитрий. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»